Что тут? В Америке пока тишина. Вроде протестов нет, ничего нет. Вроде всё спокойно. Обещали судную ночь, судный день. Или вообще пиздец. Всё, типа, с Америкой. Конец будет после выборов. Последние выборы в Америке. Подожди, а кто говорил, что там... А, Илон Маск говорил. Да-да-да. И Трамп. Не, подожди, по-моему... Демократы, кто-то из демократов заявлял, что... Если победит Трамп, то это последние выборы для Америки. Простесты бы были, если бы Трамп... Проеб... Да не факт. Мне кажется, ничего бы не было. Ну, чуть-чуть бы там, что-то, я не знаю, поскулили и всё. Есть протесты в Америке, кстати. Но они происходят в ТикТоке. Я не знаю, может, это особенность сторонников Камалы Харрис и демократов. Вот, потому что, как я... Понял, да, типа, когда проигрывает Трамп, его сторонники выходят... Начинают... Сторонники Камалы Харрис и демократов плачут в ТикТоке. Причём буквально. Мне тут скидывают просто предложку, там... Какая реакция у сторонников Камалы Харрис. Ну, они протестуют в ТикТоке, короче говоря. Поэтому, в принципе, бояться здесь нечего. Как бы левая аудитория... Лево-либеральная, скажем так, своевая. Ну, да, поплачет чуть-чуть где-то в комментариях. Ну и всё. Да ладно, ладно, ладно. Что, первый раз, что ли? Ну, алё. Зеленский рад из-за победы Трампа. Чекни, я в ТГ скинул, что он сказал. Там еб***ь слон потужный. Ой, господи. Не, ну, Зеленский, естественно, он не будет выражать какое-то беспокойство или, я не знаю, недовольство или какой-то негатив. Естественно, ему надо показывать, что он якобы доволен, что всё классно, Трамп наш, здравствуйте, Трамп, поздравляю вас там и так далее и тому подобное. Надеюсь на то, что Трамп будет помогать, а не наоборот. Так что, да, да, ну, понятное дело, он должен так реагировать. Он делает всё правильно. Он же политик, а не какой-то стример, правильно, неадекватный, который будет х*** нести. Он подстраивается под новые, скажем так, реалии, да? Что ему ещё остаётся делать? Только так. Тебя? Ну да, но я стример, да. Я могу себе позволить нести х*** иногда. И то нежелательно. А он всё-таки, ну, не может. Трамп поговорил с Макроном о плане примирения двух сторон. А план можно? Вот опять план какой-то. Вот у Зеленского план, у Трампа какой-то план, что ли, теперь тоже есть, или что, я не понимаю. Опять планы-планы, сейчас будут ещё 10 лет с этими планами бегать. Там ставки уже есть, завершить ли Трамп войну за 90 дней. Ты поставишь? Подожди. Стой, стой, досмотри до конца. Я хочу купить аккаунт на Лол Стим. Эпигейм, Спотифай, Телеграм, Стим. Ты найдёшь то, что искал, заходи к ним. Самый безопасный сайт это Лол Стим. Лол Стим купить или продать. Выбор большой, посети сайт. Выгодные прайсы, если хочешь играть. Посоветуй друзьям, регистрируйся сам. За 90 дней, начиная с какого дня? С сегодняшнего дня? Или когда инаугурация произойдёт? Что это за 90 дней? С 20 января. Я ещё год назад, ещё в прошлом году говорил, что война в Украине закончится в начале 25-го года. Получается, после инаугурации 3 месяца. Это, соответственно, 3 месяца. Это первые 3 месяца 25-го года. Я говорил, что война закончится в первые 5 месяцев. Примерно. Шансы есть, безусловно, да. Я думаю... Блядь, ну прикол-то в том, что это не то, чтобы сам именно Трамп это сделает. Вот он придёт, и он один остановит войну. Мне кажется, это немного не так будет работать. Но я бы поставил на то, что да, это произойдёт. Что в первые 3 месяца 25-го года, да, возможно, всё закончится. Бен? Не, ну он вчера предугадал победу Трампа ещё в самом начале стрима. Не, ну он вчера предугадал победу Трампа ещё... Заткнись нахуй, долбоёб! Слушай, скажи-ка, пожалуйста, Трамп, когда станет президентом официально, закончит войну в Украине в первые 3 месяца? Трамп остановит... Ну иди ты нахуй, блядь! Он сказал нет, ещё и перебил меня. Сука, конченный какой-то. Так, подожди, я чё-то не... Не-не-не-не-не, какая-то хуйня. Повтори-ка ещё раз. Трамп закончит войну в Украине в первые 3 месяца своего правления. Трамп остановит войну в Украине в первые 3 месяца своего правления. Да иди нахуй, блядь! Короче, он второй раз сказал ноу. Теперь уже точно, без перебиваний. Бля, какие 3 месяца, я не понимаю. Он вообще обещал за 24 часа это сделать. Причём, как я помню, он говорил именно в первый же день, как победит. То есть, ещё когда Байден президент, то есть, вот он сейчас должен был это сделать. Но что-то ничего нет. Молчит, игнорирует, сука. Ой, блядь. Да зачем спрашивать-то? Уже сколько прошло времени с его победы? 10 часов осталось. Он не успеет. Ну вот, вот, вот. Первое враньё Трампа уже... Уже на месте. Как вы думаете, всё остальное, что он говорит? И говорил, например. И про Путина в том числе, и про Россию. Может, это тоже пиздёж был, а? Друг Путина. Он обещал позвонить Путину и договориться с ним, как только победит. Да, 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 я в курсе, да. И он ещё, по-моему, говорил, что это будет во время Байдена. То есть, это должно было сейчас уже произойти, получается. Он должен был сейчас позвонить. Но звонка нет. С Путиным он общаться не хочет, походу. Но он позвонил Макрону и что-то там с ним поговорил, да. Ага, окей. Ладненько, чё. Ладно. Билли Айлиш не признала победу Дональда Трампа. Ну пиздец, что ж ему теперь делать-то, а? Билли Айлиш не признала, блин. Ой. А-а-а! Это война против женщин. Понял. А я думал, это война против Украины. Или против России. Или против Израиля. Или против Ирана. Нет, это против женщин, блядь. Сука. У них только одно выловил, ладно. Перемога! Перемога! Да нахуя вам так о Милаха говорит? Пошла вон нахуй! Трамп президент мира, блядь! Президент мира! Сейчас мама сзади его отругает. Нахуй! Трамп позиции мир! Бля, мне надо было так вот обклеить стену сзади. Как он это сделал. Сука, что, блядь? Шо у него там на жопе написано? USA? Дай богу, дорогой! Давай, наш слоняра нахуй! Без рампу, блядь! Перемога! Да ты по поводу перемоги-то не торопись, блядь! Перемога! Да подожди ты еще, а! Какая перемога? Дай ты это время еще, ну, сколько? Раз, два, три. Три месяца надо подождать! Три месяца, братан! Знаешь, в чем проблема? Если будет заморозка войны, то Украине хуй больше дадут оружие. Скажут, у вас войны больше нет, а пыпа в это время будет вооружаться по полной. Не, ну хуйню какую ты городишь, блядь! В смысле? Войны больше нет. Заморозка это, извини меня, не окончание войны. Заморозка это значит, что это когда-то разморозится. Вероятнее всего Украину тоже будет вооружать и подготавливать. Ну, опять же, возможно, я не знаю. Но Трамп, возможно, как раз таки и захочет добиться именно заморозки войны, а не полного ее окончания. То есть война закончится на четыре года, чтобы потом Трамп опять бегал и говорил, Ну вот, когда я был президентом, во время моего правления, войны же не было. Возможно, это так и будет, она будет заморожена. Захватит Украину принудительная мобилизация и война против Европы. Звучит как ближайшее будущее. Ну, шо я могу сказать? Ну, вряд ли через четыре года кто, блядь, Трамп? Нет. Ой, ой, он точно нет. Нет смысла, он не пойдет на третий срок. Не может, точнее. Ну, слушай. Зато на протяжении всех четырех лет он будет ходить и кричать о том, как он крутой. Что он войну остановил. В скобочках заморозил. Посмотрим, я не знаю, блядь. Ну, смысл нам сейчас это все обсуждать, спорить. Надо просто ждать. А потом уже обсуждать. Биткоин три раза за день обновил свой рекорд. Превысив планку в 76 тысяч. Ну, ждем 100 тысяч. На самом деле, возможно, сейчас и правда есть смысл чуть-чуть закупиться криптой. Потому что, ну, в будущем она так или иначе вырастет. Вырастет и все. По-любому. При Трампе, при тех, кто пришел к власти сейчас, там, республиканцы. Они там по большинству все за крипту. Хорошо к криптовалюте относятся в Америке, соответственно, да. Вот. Поэтому рост крипты в будущем, ну, должен быть. И биткоин за 100 тысяч, скорее всего, тоже будет. Опять же, не утверждаю, не знаю. Но есть такое ощущение, что, скорее всего, это должно быть. Все, Камала Харрис сделала вид, что общается с благодарным избирателем по телефону. Но забыла. Что? Блядь, сухо. А могло быть такое, что она случайно включила камеру, но при этом, при этом могла дальше говорить по телефону, нет? Там был слышен разговор, эта кнопка на айфоне 16 включила камеру, это фейк. Могла? Ну, реально же могла. Ну да, вот, если нажимаешь на кнопку... То вылезает камера, соответственно. И она могла же ведь во время разговора включиться, не? Блядь. Там же сверху должно быть. Подожди, когда ты разговариваешь по телефону и сворачиваешь разговор, то вот здесь, на айфоне, оно должно гореть зеленым, по-моему. Что типа идет звонок. Блядь, там не видно. Она не разговаривает по телефону. Вот особенно это тут видно. Ща. Вот! Подождите, щас. Почему ты игнорируешь тот факт, что Трамп расист, сексист и преступник? Или это окей для тебя? Покажи, в каком месте. Расист, сексист и преступник. Списочек, пожалуйста, предоставь. Там, я не знаю, какие-то статьи, источники, информации. Только не левые, пожалуйста. Ну и вообще, в принципе, да, минусы-то будут, нет? Ладно, похуй. Какая уже разница, если она все равно проиграла выборы. Давайте просто вспомним, Как Жириновский поздравлял американцев с победой Трампа в 2016 году. Я хочу поздравить всех американцев, которые добились победы Дональда Трампа. И сегодня они ликуют. Сегодня большой праздник в Америке. Поздравляю. И большой праздник в России. Вот помните, я говорил, что Жириновский когда-то по телевизору, блядь, шампанское пил в честь победы Трампа в Америке. Как будто бы выборы в России были, и Трамп в России выиграл. Поздравить всех наших граждан, которые тоже косвенно болели за победу Трампа. Я действительно обещал вчера, что сегодня в честь победы Трампа мы выпьем по бокалу шампанского. Ну ладно, окей. День сурка, ёпт. Я думаю, сейчас бы он опять шампанское пил. Так, Камала Харрис позвонила Трампу и поздравила его с победой на выборах. Так, Тим Кук поздравил Трампа с победой. Поздравляем президента Трампа с победой. Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с вами и вашей администрацией, чтобы убедиться, что Соединенные Штаты продолжают лидировать благодаря избирательности, инновациям и творческому подходу. Заявил Тим Кук. Да, да. Фук. То есть фак. Немецкая газета, вот эта вот, которую мы периодически читаем, да? Ну, не прям сидим читаем ее, вот, а всякие разные новости оттуда получаем. Эмоционально отреагировала на результаты выборов президента США. А чё это, они расстроились что ли? Почему? А чё им не нравится-то? Тем более уж немецкая газета. А чё такое? А чё? Не понял. Не похуй ли им вообще в принципе должно быть, не? Лучше бы, я не знаю, вот кто... А, это топор, господи, ладно. Лучше бы они перевели саму статью с этой газеты по поводу Трампа. Просто интересно, чё они там. Грустная история, как Камала теряла голоса, а это именно ее электорат. Помнишь, в 2020 году Трампа блокировали все соцсети, и он был везде забанен? А Трамп помнит. Не, ну на самом деле ты сейчас типа об этом рассказал, что намекая, наверное, на то, что Трамп будет как-то мстить, но ничего делать не будет из этого, я думаю, 100%. Стоит обратить внимание на одно, реально вспомните, как Трампа душили со всех сторон, банили в социальных сетях, чуть ли полностью не отменили нахуй из интернета, заводили кучу уголовных дел, пытались, блять, его отменить, пытались ему помешать, всяческие демократы, соответственно, да, леваки пытались ему помешать, в целом, да, чтобы он принимал какие-то там, какое-то участие в выборах. Но несмотря на все это, его и в тюрьму сажали, ну, естественно, ненадолго, а в целом там, здесь даже фотография, где его фотографировали, как уголовника, все это не помогло, он все равно победил на выборах, блять, несмотря на все то, что я сейчас перечислил, а это все было. Что только не пытались сделать, чтобы его остановить или как-то ему помешать, или как-то его дискредитировать, да, потому что все СМИ, крупные, популярные, все эти актеры там и, я не знаю, поп-звезды, все были против него, все про него говорили гадости, блять, говорили, как он хуёвый, плохой, ужасный там, я не знаю, террорист, блять, фашист, нацист, сексист и так далее и тому подобное. И все равно, блять, американцы выбрали Трампа. Интересно, почему? Почему? Ну, во-первых, здесь даже речь не о том, что, вот, смотрите, даже на это его выбрали, это показатель свободы. А ты спросил у Наки по поводу кода РКН в ТГ-канале его? Нет, еще пока не спрашивал. Это показатель той самой американской свободы, да, про которую там говорят в России, что ее здесь нет, ну вот, пожалуйста, а как так-то, блять, получается тогда? Те, кто у власти сейчас пытались помешать Трампу и задушить его, не получилось, блять, он стал президентом. Опять, второй раз. Да, еще убить пытались, господи. Но они этими моментами, по-моему, лишь только Трампу делали лучше. Да, то есть попытками его как-то задушить или даже убить, они наоборот давали ему рейтинг, они наоборот давали ему популярность, репутацию. 12 июля Трамп заявил, что Цукинибургера будет ждать тюрьма, как только станет президентом. 2021 на всех платформах мета заблачили и продвигали повестку, какой он проходит. Да не будет, блять, никакой тюрьмы, какой цукер, 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 господи, блять, вы поняли. Мало ли, что там Трамп говорил, еще раз. Он говорил, что позвонит Путину в первый же день, как выиграет выборы и остановит войну. Он этого не сделал уже, цукерки. Естественно, никто не будет Цукинибурга, блять, сажать в тюрьму, это все хуйня. Это просто слова. Ну, говорил и говорил, и что? Вот ты, блять, вспомнил это, а 90% американцев про это уже забыли и не вспомнят. Это ты у нас такой злопамятный. Трамп победил не потому, что хороший кандидат, а потому, что демократы максимально хуевые. Вот, это тоже, да, то самое, на что я также хотел обратить внимание. Насколько все плохо, что люди выбрали Трампа, который уголовник, сексист, нацист, фашист, ну, это я просто перечисляю все то, в чем его обвиняли, да. То есть, людей это не напугало. Все эти обвинения в сторону Трампа людей не напугало. Они все равно его выбрали, блять. Вот, вот как многих людей в той же, например, Америке, да, заебала вся эта левая повестка. В Европе тоже, когда там вот недавно были выборы еще в начале этого года, какие там были выборы, партийные или как там, я же не помню. Там же тоже все как-то в правую сторону начало уходить. Вот, в Италии или где там какая-то правая партия выиграла. В Европарламент, в какой-то из стран. Вот, во Франции чуть ли, чуть ли это тоже не произошло, по-моему, да, но все равно там левые выиграли. Но во Франции там прям вот близко это было. То есть, ну, видно, что там тоже люди немножко подзаебались. В Голландии? Ну, я там не следил за этим все-таки. Мне как-то, в принципе-то, плевать, что там в Европе происходит. Просто знаешь, что такой наклон уже был. Ветер начинает дуть немного в другую сторону, в правую. А в Америке это прям явно видно, прям пиздец. Ну, вчера это явный, опять же, показатель. Здесь прям, я, ну, я не знаю, тут и в Сенате республиканцы теперь, президент-республиканец. Здесь прям вообще пиздец. А если бы на Трампа... А если бы вообще был другой какой-то кандидат? Десантец, например. Или Трамп, на который бы вот так активно не пиздели последние несколько лет. Если бы не было уголовных дел, всего остального, обвинений каких-то там... Во многом лживые обвинения даже, да? По большей степени. В чем его там обвиняют и наговаривают. Да он бы вообще в сухую выиграл эти выборы, мне кажется. Вся бы Америка красная была. Даже, блядь, Нью-Йорк. Так, окей, что у нас тут дальше-то? Зумеры затруднили подсчет голосов на выборах США из-за того, что не умеют расписываться. Подписи на конвертах почтовых бюллетеней должны совпадать с подписью человека в базе данных регистрации избирателей. А из-за того, что поколение Z редко берет в руку ручку и бумагу, с этим вышла проблемка. Из-за несовпадения подписи комиссии пришлось либо аннулировать голоса, либо связываться с избирателями по телефону. Так, подписи на конвертах... Так, из-за несовпадения подписи... Подписи комиссии пришлось либо аннулировать голоса, либо связываться с избирателем по телефону. И тут тоже вышла заминка. Зумеры не берут трубки. Потому что не любят разговаривать по телефону. Блядь, я тоже не люблю по телефону разговаривать. И тоже трубки не беру. What the fuck, motherfucker. Я что, зумер? Будет Трамп мстить или нет, похуй. Да не будет, блядь. Ему похуй, в принципе. Когда поздравлял, летя в свой бункер, роняя кал, я уже имагинировал КХЕ-КХЕ. Да, господи, вы, блядь, себе тут уже надумали, что какая-то месть кровная. Он что, мафиозник, блядь? Какая месть, господи. Так я понимаю, что Камала Харрис поэтому проиграла, да? Потому что большая часть ее сторонников не умеют писать. То есть расписываться. Блядь, что я могу сказать? Зе Спектатор, что это за газета ЯХЗ, но победа Трампа, начало конца войны в Украине, заявляют они. Вероятно, это оставит Путину контроль над большинством или не всей территорией, которую он захватил в течение почти трех лет войны, пишет издание. Ну тут какая-то вырезанная цитата и все. То есть нет подробного перевода всей статьи. Бывший премьер Британии Борис Джонсон поздравил Трампа с победы на выборах президента США и ожидает от него сильных и решительных действий как дома, так и за границей, на Ближнем Востоке и в Украине. Ля-ля-ля, какой счастливый. Может, что-то знает, нет? Говорят же, именно он подтолкнул Зеленского продолжать войну, бля, ёпта. Сейчас как договорятся, бля. Хотя чё, он уже ничего. Как Трамп выглядит. Реально. Это его копия вторая. В России еще не уверены, выходить праздновать с флагом США на улицу или уже обвинять Трампа во боссыных подъездах. Кремлевский Алкашут Медведев увидел позитив в том, что США могут сократить поддержку Украины, но помощь все равно останется, так как на Капитолийском холме существует яростный двухпартийный антироссийский консенсус. Тем временем депутат Госдуры РФ и муж Скобеевы уверен, что Трамп снимет ограничения по ракетам и наоборот увеличит помощь Украине в ответ на непринятие Путиным условий по завершению войны в Украине. Секретарь США Путина Песков заявил, что войну в Украине завершить за одну ночь нельзя, а Путин поздравлять Трампа с победы на выборах якобы не будет. Назвал США недружественной страной, вовлеченной в войну против России, но при этом готовы к диалогу. Так, думаю, Трамп еще до января предложит России заведомо невыгодную сделку по Украине, которую мы, конечно, отвергнем. Трамп разведет руками и, свойственной ему манере, объявит о небывалом по размеру пакете помощи режиму Зеленского и о снятии всех ограничений по ракетам. Это тоже ничего не изменит, но затянет процесс урегулирования. Так, я писал в Телеграм пару дней назад про... А, это уже было, да? Это мы читали вчера еще. Ну, что я могу сказать? Все неоднозначно получается. Новый состав Конгресса США является наиболее прокриптовалютным в истории. Вот о чем я и говорил, кстати говоря. В палату представителей Сената избрано более 219 прокриптовалютных кандидатов. И их количество продолжает расти. Короче, я так понимаю, США станет криптоимперией, столицей крипты, скажем так, центром криптовалюты. И в итоге, как говорил Трамп, в госдолг США выплатят биткоином. Весь причем. Они что, крипту держат все? Ну, если ты не знал, сама Америка, да, у самой Америки в крипте, в биткоинах. Сколько там миллионов или миллиардов долларов? Да хуя, короче говоря. То есть само правительство американское, да, у них есть крипта. И в огромном количестве. Поэтому, ну да, да. Я уж не помню сколько, но много. Они же постоянно закупаются биткоином. Причем это открытая информация, если я не ошибаюсь. Там же есть кошелек, где можно буквально увидеть, сколько там лежит биткоинов. Я про политиков-республиканцев. Ну, скорее всего, у них тоже есть, да? Почему нет-то? Если они за крипту. Ну, тогда вероятнее всего, да. 102 миллиарда? Бля, ну этого же не хватит, чтобы выплатить госдолг. Эх, ну ладно, чё. Трамп за крипту активно топит. Да, но прикол в том, что еще где-то года три назад он был против криптовалют. Он наоборот говорил, что криптовалюта это что-то странное, что-то непонятное, сомнительное. Это что-то неправильное, это вообще что-то потустороннее. И вообще крипту надо запретить, говорил Трамп. Ну, он крайне резко переобулся. Прям кардинально переобулся. Прям радикально, я бы сказал. После триумфальной победы Трампа американский сегмент ТикТока затопило слезами. Ой, блядь, мне страшно это включать. Что это значит для нашего страны, что это значит для нас, как люди. Чего? Девочки с сытыми волосами, мальчики с соей в крови умываются слезами и обвиняются гражданам в том, что они идиоты, расисты, трансфобы и сексисты. Так, как вы, блядь, смеете, как вы смеете, как вы смеете избирать этого человека на пост президента после всего, что он сделал? Чего он сделал-то, блядь? А задается вопросом одна из пользовательниц, заливаясь слезами. Примечательно, что молодые женщины начали активнее голосовать за республикацию. Демократы превращают демократию в шоу для толпы, играя на популизме. Иронично, что те, кто презирают Трампа за популизм, не видят, что сама демократия построена на массовом одобрении поверхностных обещаний, пока умные и компетентные остались. Да, да, спасибо. Чего он, блядь, сделал-то? Ну, я про Трампа. Чего он сделал-то? Просто она говорит, несмотря на то, что он сделал. Чего он сделал? Нихуя он не сделал? Не, ну, в плане, она имеет в виду, что что-то очень плохое сделал. Против... Против трансов. Получается. Или шо, я не понимаю, блядь, че он сделал-то, нахуй? Хм. Что будет происходить? Что происходит за последние 8 лет? Я первая получила политическую сознание в 2016 году, когда я была 12 лет в 7 классе. Я 21 лет сейчас. А? Как в дерьмо это все еще происходит? Нет. Все, что я никогда знала политически, это хрень. Это все, что я никогда знала, и сейчас это просто будет происходить... Короче, понятно. Америка is full of idiots. It's dumbest people in the whole world. What is wrong with you? Она смеется, и я не понимаю, или плачет, блядь. At least, I can cry about it, and know that I lost. You guys still think you won in 20... Господи, блядь. Господи, а че одни женщины-то ноют, я не понимаю. Если ты сидел там, и ты voted for Trump, a felon over Kamala, because she was a woman. Шо вумен-то? Дизгустим. Ты дизгустим. Ай, блядь. Я не понимаю, блядь, че они так реагируют, как будто Trump лично теперь будет ходить к ним, блядь, домой, я не знаю, в их квартиру, сука, блядь, с чем-то, я не знаю, очень острым в руке, и будет бегать за ними, как, знаете, как персонаж из фильма Крик. Гааааа, блядь, что, что с вами происходит-то, я не понимаю, че они разгоняют хуйню какую-то? Ну и че ты, господи, расист? Они так сексуально плачут уфов. В чем, блядь, расизм проявляется? Покажите мне, он был президентом уже, был президентом. Ну что, в Америке куда-то пропали какие-то другие нации, я не понимаю. Что, как жили, так и живут? Кому-то здесь было плохо? Аборты? Так, Трамп говорил, что штаты сами должны принимать решения, хотят они запретить аборты или нет. Он не говорил, что я, блядь, по всей Америке буду запрещать. Он говорил, что штаты сами должны принимать решения касаемо абортов. Хотите запрещать? Запрещаете, не хотите, не надо. Это буквально в программе, блядь, прописано у Трампа. А штаты уже сами решают. Да, какие-то штаты приняли решение, что, да, аборты у нас будут запрещены. Но есть другие штаты, где они разрешены. Но сам он против? Ну, сам он может быть против. Но он же не обязует все штаты, блядь, принимать такое же решение. Он же не говорит, что вы обязаны теперь. Вся Америка обязана это сделать. Нет, он говорит, принимайте решения сами, блядь, свободно. Это что, плохо, что ли? По-моему, Америка в том и заключается, ее смысл в свободе той самой, свода выбора. Штаты сами будут выбирать свободно, хотят они или нет. Причем, если не ошибаюсь, тут же не делают это принудительно, да? В определенных штатах проходит голосование. За или против. Люди голосуют, разве нет, в тех или иных штатах. И если большинство выбирают, что аборты надо запретить, ну, блядь, их запрещают. Как нет? По-моему, да. Голосование же проходит в разных штатах за или против абортов. Откройте карту. Вроде она есть где-то, карта штатов, где запрещены аборты и где разрешены. Но в большинстве штатов они разрешены все равно. По-моему, это уже сейчас так? Это причем даже не при Трампе, блядь. Господи, боже мой. Это, по-моему, даже не при Трампе, если я не ошибаюсь. Жизнь может быть лучше. Они просто ставки на Камалу делали. Вот, плачет. Нет, не реально. Тут про Трансов что-то. Господи, бедные Трансы. Лебать, это Ласк что ли плачет? Это же стример. Который Зетник. А он-то че? Ну, он-то от радости, скорее всего, плачет. Не опять. Ты че ноешь-то, блядь? Я не понимаю, с тобой-то что не так? Он гей? А, это... Ладно. Я не знаю, что ты предпочитаешь, что делать. А-а-а. А что? Пиздец. Не, ну давайте без оскорблений уж совсем. Давайте мы не будем превращаться в каких-то совсем уж зверей. Ладно, жалко, блядь. Ну ничего, погрустят недельку-две, да успокоятся, господи. Я вам так скажу, они все это забудут вообще. Какая Алина, вы че мне... Нет, нет, нет. Алло, вы шо, с ума сошли? Мы не такие, мы не такие. Мы не такие. Охуевшие, блядь. Блядь, блядь. Блядь. Демократы, мы проиграли, плак-плак. И слава богу. Сука, это пиздец. Фу, блядь. Вот это да. Читаю я эти новости все больше и больше. Радуюсь победе Трампа. Но то, что народ США предпочел себе популиста, вруна, лишь бы не выбирать себе женщину цветную. Да, только в этом проблема, только в женщине. Только, только из-за этого, конечно. Это, конечно. Вот, чел, почему я за Трампа? Ну вот, посмотри. Потому что вот этот человек против Трампа. Я лучше тогда за Трампа буду. Конечно, тяжело отдаётся впечатлению. И слов нет. Сочувствую США. Да ладно? Не, ну рано, рано ещё что-то говорить. Сочувствия какие-то проявлять. Вот. Посмотрим. Посмотрим потом. Нахуя сейчас об этом вообще спорить? Чё-то доказывать кому-то? Сочувствия какие-то проявлять? Ну зачем? Ну, хуйня какая-то. На месте, где Харрис должна была выступать с победной речью, остались пустые стулья, разбросанные бутылки и американские флаги. Эх. Как будто зомбоапокалипсис произошёл. Шёл лысый. Разговор будет крайне простой. Кстати. Что сделает Трамп, когда победит на выборах? Ну мы это вроде видели, это старое видео, если не ошибаюсь. Трамп говорил, что решит этот вопрос за 24 часа. И я думаю, что он в состоянии решить вопрос за 24 часа. Осталось 9 часов, кстати. Понравится ли нам решение этого вопроса? Это второе уже. Я думаю, что он просто позвонит Путину и скажет, Владимир, там где вы находитесь сейчас, контролируйте территорию дальше. Мы это не признаём территории России, но она остаётся за вами. Вот линия конфликта. Украина создаёт демилитаризованную зону. В НАТО мы её не берём. Санкции, наверное, с вас снимем. Значит, ну Украине что-то прогарантируем, наверное. Как-то так. Зеленскому скажет то же самое. Если Путин скажет, меня это не устраивает. Трамп может сказать, ок. Я сейчас дам Зеленскому всё для того, чтобы он вас победил военным путём. Так, а подожди, Трамп это и говорил? Он и сам про это говорил? Он просто пересказывает то, что сам Трамп и говорил. Он же вроде так говорил когда-то. Если Зеленске скажет, нас это не устраивает, он скажет, хорошо. Так он это говорил сам. Наша поддержка финансовая закончилась, и военная тоже. Решайте вопрос с Европой. Так это он и говорил, блядь. Это показатель, насколько американцам не похуй на свою страну. Кто-то радуется, кто-то плачет, люди болеют за своих кандидатов, волонтёрят, занимаются активизмом. Ну да. Вот бы в России люди стали следить за тем, что в их стране происходит. Не, ну так-то можно сказать, что в России тоже людям не похуй. Ибо все нелегалы попиздуют на канадскую границу, а так нихуя кроме тропинки. А этот долбоёб на Трюдо будет только рад. Тем временем я буду платить не 2100 за квартиру, а всё 4. Ну это уже ваша проблема, канадцы. Думайте, разбирайтесь. А, вот чё ты хотел, донатер, да? Ты хотел, чтобы победила Камала Харрис, блядь, только для того, чтобы в Америку все нелегалы побежали? Ебать ты, козёл. То есть тебе похуй на Америку, да? Для тебя важно было, чтобы Камала Харрис победила, и чтобы Америка стала ещё хуже после этого. Чтобы тебе в Канаде было легче и проще. Ну ты, конечно... А, да. Спасибо большое за 2 доллара. Такой не президент ещё, когда станет с того момента 24 часа. Не-не-не-не-не-не-не. Трамп говорил, что именно как только победит на выборах, как только итоги, итоги будут известны, да, что он победил, он сразу же позвонит. Трамп именно это имел в виду. Но забыл, видимо. Бывает уже, человек старый. Блядь, найдите это, вот это, что Трамп говорил. Найдите эту, я не знаю, там, цитату его или какое-то его заявление, где он это говорил. Давайте вспомним. Может, я реально ошибаюсь. Ну, вроде он реально это говорил. Это было, блядь. Это было, это было. Он такого не говорил. Да как не говорил-то, блядь? Говорил. Я помню, сука, он говорил это. Найдите мне это. И покажите. К администрации Байдена планируют срочно отправить Украине последние 6 миллиардов помощи. Трамп пообещал завершить войну в Украине за 24 часа. Экс-президент США и, вероятно, кандидат президента от республиканской партии. Дональд Трамп пообещал своим избирателям завершить войну в Украине через 24 часа после своего избрания на второй президентский срок. Об этом Трамп сказал на первом предвыборном митинге перед сторонниками в Техасе. Трамп заявил, что президент России Владимир Путин начал стягивать войска к границам Украины после того, как... Так, окей. Ну так вот, после своего избрания на второй президентский срок. Что он имеет в виду под избранием? А, вот его цитата. Когда я говорю так, я собираюсь достичь урегулирования очень быстро. У меня будет урегулирование в течение 24 часов. Стоит перед вами сегодня я, единственный кандидат, который может дать такое обещание. Я помешаю Третьей мировой войне, к которой мы приближаемся. Он заявил, что может закончить войну очень быстро, как только его изберут президентом. Но его избрали президентом. Ну ладно, хорошо, хорошо! Ждем 20 января. Похуй. Ждем 20 января. Окей. Ждем 20 января. Ждем. Ждем, ждем, ждем. Долго ждать? Да на самом деле-то не так уж и долго. Время очень быстро идет. Ты даже не заметишь, как... Ох, сейчас поймаю Трампа на лжи. Трамп! Еще до того, как я займу овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Украиной и Россией. Я единственный, кто может сделать такое заявление. Я предотвращу Третью мировую войну. При этом его потенциальный вице-президент Вэнс призвал не втягивать Америку в каждый конфликт на другом конце земного шара. Так, а это что такое, блядь? Еще до того, как я займу оваль, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы. Так, так, так. А где тут про 24 часа? Так, а где про 24 часа? Алло! Опять не то, ребят. Все-таки нас наебали. Трамп такого не говорил, получается. Да, видите, как получается. И про аборты то же самое. Тоже, оказывается, он не заявлял о том, что запретит аборты по всей Америке. А многие, многие, кто там за демократов, леваки, они реально думают, что вот он такой. Что он там против абортов по всей Америке. Оказывается, такого не было. Так же, как и многие там думают, что вот этот проект 2025, это Трамп придумал. А этого не было никогда. Он вообще про это ничего никогда не заявлял и не говорил. Даже наоборот, он постоянно отмахивался от этого проекта и говорил, что это, блядь, вообще не мое. Че там еще? Какой еще есть пиздеж по поводу Трампа? Пиздеж, в который многие верят. Американцы выбрали фашизм и диктатуру. Реакция юберальных спикеров на победу Трампа, бля. Никита Левкин, кто это? Действительно, во время президентства Трампа никто не рыпался. Путин, Ким, Хамас, Талибан и остальные террористы практически ничего не предпринимали, опасаясь активного вмешательства. По этой причине, например, мой знакомый иранец поддерживал Трампа. И в этом есть смысл. В Кремле сегодня праздник, весь их тролльчатник в Твиттере отмечает. Путин уже предвкушает, как сожрет Украину. Дырка вам от бублика, а не Украина. Убогий, не поможет вам ваш кандидат. Лорд Уоль де Морт побеждает в результате честных и демократических выборов. Здесь 16-й научил не пиздеть и не додумывать. Очень рад, что смотрел тогда изнутри, чтобы сейчас все сделать как надо. Что? Так, вот про 24 часа. Алексей, а че тебе, кстати, Макин Аки ответил на свое клеймо животного у него в ТГ? Я ничего, я у него не спрашивал. Вся лента в Трампе, все будет хорошо. Чего распереживали с того? А, это Жданов. Так. Удивлена ли я, что люди готовы выбрать самого конченого негодяя, лишь бы не женщину? Какая-то заебаль, женщина. Женщина. Что что-то 110? Что 110-то? Там субтитры есть? А, окей. Извините уточнение, лишь бы не женщину-демократку. Женщина-людоедка, всем бы понравилось. Вопросов нет. Блядь. Какое людоедство? Где? Трамп-президент в Конгрессе, этот, как его там, в Белом доме, советник Маск, в Сенате большинство, в Палате представителей большинство, больше всего напрягает, что Трамп не просто прошел по краю, а вот прям уверенно выиграл выборы. Постыдное голосование, как и было сказано, когда на опросах люди, стыдясь, говорят одно, а в бюллетене зачеркивают другое. То есть кредит доверия у него от большинства страны. Вот прям... Где-то я уже это слышал. Предлагая сегодня... Понятно. Не-не, ну пусть говорят, пусть говорят, пусть высказываются, пишут. Мы, естественно, в будущем посмотрим, что будет в итоге. Как же вас, блядей, корежить будет, когда уголовник просрет окончательно? Я не понимаю, в чем просрет, блядь? Действуйте. Победа Трампа, еще 4 года хаоса. Поддержите нас, чтобы мы продолжили рассказывать вам о том, как она отражается на войне России и Украины и других мировых проблемах. Кто это? А, типа, задонатьте или что? Я не понимаю, блядь. Что это за хуйня вообще? Ну, в общем смысле, наверное, Украине будет на порядок тяжелее. НАТО будет близко к развалу. А Владимир Путин, ну, там, сегодня открыл шампанское. Ничего страшного. Ну, точнее, это не очень все приятно, но, тем не менее, как я и говорил вам вчера, ну, победил и победил. Было и было. Не страшно. Идем дальше и делаем все возможное. Все от нас лично зависящее для того, чтобы помочь Украине победить агрессора. Феноменальные... Зря. Преждевременные выводы такие делать. Трамп закончит войну в Украине за ближайшие три месяца. Букмекеры на это уже начинают принимать ставки. 45%. Такая в данный момент перспектива. А я сделаю ставку, кстати. Да, я попробую поставить на это. Евро падает по отношению к доллару из-за победы Трампа. Ранее Трамп пообещал в случае победы ввести огромные пошлины на ряд товаров из Европы. Я не совсем понимаю, вот эти пошлины на товары из Китая, из Европы. Разве это не повлияет на стоимость этих товаров в самой Америке? Они же подорожают, разве нет? Я, может, тупой, блядь, пошлые. В этом и смысл? А в чем, блядь, смысл-то? Что за хуйня? Я не совсем понимаю, вы говорите, тут есть субтитры, а как на русском языке-то, собственно говоря, это посмотреть? Включи субтитры и чекни первую секунду видео с Твиттера, что тебе скинули. Там про овальный кабинет. Получается, все-таки напиздели, да? В этом и смысл. Товар дорожает, становится нахуй не нужен. Все берут свое, американское, и оставляют деньги внутри страны. А-а-а-а. А свое американское-то точно есть? Сможет ли Америка заменить все, что дает им Китай, например, и, не знаю, страны Европы? 24, когда займет овальный кабинет После 20 января выходит Ждем Когда я окажусь в офисе, я закончу войну России и Украины за 24 часа А Ну все тогда, ждем 20 января Увальный кабинет Что я могу сказать? Овальный? Овальный, ага Теория проклятия Зеленского через руку пожать и продолжает работать Бля Подъехал интересный список звезд Которые поддержали Харрис и Трампа на выборах Только не упадите Камала Харрис, Бейонси, Тейлор Свифт, Кэти Перри И так далее Дональд Трамп, он лифанщица, он лифанщица, он лифанщица, он лифанщица, он лифанщица Блядь Ну вот так и победили Получается, блядь Он лифанщица оказались сильнее чем Бейонси, Тейлор Свифт, Кэти Перри Билли Айлиш И Роберт Дауни младший Так, человека зовут А это ему сын посоветовал? Оооо Ну, кстати, реально Кстати говоря Предсказание Симпсонов Не сбылось Поэтому Симпсонам больше не верим Хуита оказывается это все XQC рассказал, сколько денег проиграл на ставках и азартных играх На подкасте Логана Пола Феликс рассказал Что за все время проиграл в азартных играх и на ставках на различных событиях Более 100 миллионов долларов Охуеть Ладно, я проиграл более 100 миллионов Я заядлый игрок, это азартные игры, поэтому выплаты действительно огромные, понимаете? Но я тупой, так что да, я много проигрываю Недавно XQC проиграл 700 тысяч долларов, поставив ставку на Камалу Харрис В Твиттере все восхищаются парнем, который поставил 18 миллионов долларов на победу Трампа и выиграл Еще известно, что Эдин Рос неплохо заработал на победе Трампа Стример поставил 1 миллион долларов, а вот XQC проебал Отряды Путина обратились к Трампу с предложением, опа Мы тебе предлагаем присылать к нам Илон Маска и мы его приконсультируем, как надо разговаривать А на фоне, что это, за бабками уже едут? Господи, что это за хуйня? Могли бы полную версию дать мне Да это скорая за ними едет, в дурку, блять США являются недружеской страной, вовлеченной в войну против России У Путина нет планов поздравлять Трампа, заявил Песков Зря, а? Я же в целом-то все 12 часов там сидел, как бы, ну, только выборы обсуждал, да? Там, как бы, ну, следил За результатами, кстати, вот они Вот результаты 292 у Трампа 226 у Камалы Харрис Все И то, что вы понимали, вот эти три штата так и не подсчитали до конца, понимаете? Вот эти два приняли Здесь тоже они стали красными А вот эти вот два Три, три даже Аляску не посчитали Аризону Неваду Хуй забили, короче Подумали, что да, смысл уже какой Просто таки, ну, как бы, и все И похуй уже Вот, пошли отдыхать Да, реально Сколько Техас? 56-42 Ну, короче, да Как мы видим Ну, а вот эти штаты, вероятнее всего, тоже красные Да невероятно всего Почти 100% Поэтому, что мы видим Ну, большая часть Америки реально краснющая просто Вообще везде республиканцы Вот Остались только вот эти штаты и вот здесь Я думаю, еще лет 10 и они покраснеют И все И никакой демократии в Америке не останется Вообще Вот Почему ты не сделал Нью-Йорк красным? Мы пытались Но Но наших усилий здесь было недостаточно Как-то мог заметить В Нью-Йорке 3,5 миллиона за Трампа 4,3 миллиона за Камалу Харрис Но для Нью-Йорка это все равно Показатель такой Интересный То есть тут почти половина за Трампа Нихуя себе Это Нью-Йорк Ну, это штат, опять же, да Тут просто нельзя по городам, смотрите Если, например, взять Нью-Йорк-Сити Тут хуй знает, сколько за Трампа проголосовало Вот Но есть Лонг-Айленд Это же так называется этот остров, блять Здесь за Трампа А это, по сути, тоже Нью-Йорк Просто вот часть этого города Поэтому, как бы, ну, я не знаю Вот еще тоже Нью-Йорк Здесь тоже красненькая А этот район вот здесь недалеко Так что, да Я в каком районе живу? Ну, я где-то вот здесь Я вот тут Да Чел сверху тоже штат Нью-Йорк И он весь красный Я в курсе Я и говорю штат Нью-Йорк, блять Есть штат Нью-Йорк, а в штате Нью-Йорк есть город Нью-Йорк Я сейчас говорю про город То, что сам штат красный Это понятное дело Почти во всех штатах Да, во всех штатах Все, что находится за пределами крупных городов Красное Ну, ладно, не во всех штатах Блять, да, пиздец Ладно Не во всех штатах Но Да, да Но в большинстве, да То есть Большая часть штатов Если ты, например, посмотришь Тут вообще все красное Как это, блять, осталось синим Вообще непонятно, да Также и здесь тоже Где еще синенькое Вот, например Ну, тоже Тоже такая же тема, да Тоже все красное Но, сука, почему-то синяя Вот, например, то же самое Ну, пиздец просто, блять Крупные города Забирают Демократов И все А остальные села Где по 2-3 человека живут Не вывозят Не могут Да Что тут еще Вот тут, например Ну, то же самое, блять Все красное, но все равно Вот здесь Ну, то же самое, да То есть, ну А вот Калифорния Ой, блять Ну, это пиздец Чел Ну, реально Как, блять Сан-Франциско Сука За демократов Голосует Я просто не понимаю Как, блять Мы можем Если хотите Посмотреть видео От Варламова Причем Который не так давно Выпустил видос Про Сан-Франциско Там пиздец Там от города Ничего нет И демократы Там сидят Превратили город Вообще в страшную хуйню Почему они голосуют За них Продолжают голосовать Я не понимаю Вот тоже Все Альбукерки синие Да ебать Да вы что Серьезно, что ли Вот тоже самое Видите Все красное Кроме крупных городов Так что Республиканцам Просто осталось Разобраться С крупными городами Дать людям То, что они хотят Я не знаю Чего они Блядь хотят Ну что-то дать им И все И они начнут Голосовать За республиканцев И все И пиздец И конец Америки Да здравствуй Диктатура Зато Зато Вся вот эта Вот тема Которая Не нравится многим Да Левая Так называемая Она исчезнет Это что у нас Это Гавайи Вот тут Тут я не знаю Что тут Трамп победил Блядь чел Ты в каком мире Вообще живешь В какой пещере Да победил Как можно не знать Об этом везде И всюду Говорят Ну что Трамп выиграл Трамп Панасенков Про победу Трампа Блястящая Победа Трампа Здравого Смысла И справедливости А левые Бандиты С позором Разгромлены Дальше Он опять говорит Я первый Об этом говорил Что Трамп победит Я говорил Я тоже Люблю так делать Налогоплательщики Устали от грабежа Левыми От оккупации Дикарями Бандитами От Мародерства Осуждая От огромного числа Нахлебников Из числа чиновников Левые обнаглели И заврались Зарвались Или Короче Заврались Наверное Они узурпировали власть Клеветали Грабили Унижали настоящих Американцев Тех кто создал Самую успешную страну Но для меня Победа Трампа Это Самоценная радость От факта Справедливости Логичности Логичности И успеха личности Сами подумайте Ну нельзя сначала Проталкивать Недееспособного Выраженца Байдена Осуждаю Осуждаю Потом Мошеннически Сменить его На простой Полный ноль Никчемную Харрис И это Выдать людям За главу Великой державы Но это За гранью Идиотизма И просто Преступления У Харрис Нет ума Нет своей позиции Программы Достижений Она не умеет Говорить Она просто Бездарна И психически Неадекватна По поведению Теперь кстати Важно Посадить В тюрьму Всех Кто скрывал От избирателей Недееспособность Байдена И т.д Подробнее Академичнее По всем этим Сюжетам И к теме Что будет Скоро И кстати К победе Трампа Я приложил огромное Усилие Годами разоблачая Левых И обучая Правых Верным тезисам Так Трамп победил Благодаря Панасенкову Оказывается Вот оно что Ёбаный свет Ну Ждем Когда Трамп Тоже Даст ему Какую-то должность В американском Правительстве Как Илона Маску Вот Возможно Панасенков Будет главный По туалету В белом доме Где у Панасенкова Тоже есть порой Проблема Вот Какие-то Порой заявления У него тоже Странные Немножко он ЧСВ Как мне кажется Само мнение У него конечно Завышено Пиздец Да это вообще Благодаря мне Блять Трамп победил Аааа Так Петрова Админы Баньте все Кто за Трампа Заебали Исключения Которых нельзя банить Транс люди Геи Квиры Им можно быть за Трампа Они просто заблудились Так Подождите Петрова смотрела Мою трансляцию Вчера А как она вообще Тогда меня смотрела Как она выдержала Я же там Как бы за Трампа Был Все проблемы В этом мире Только из-за белых Цизгендерных Мужчин Вот поэтому Я из-за Трампа Блять Я квир Ой бля Я кста квир Так Важно Что в случае Наиболее вероятной Остановки войны По текущей линии То Это заморозка Минимум на 4 года Заявляет Штефанов Для Трампа Это будет важный Имиджевый вопрос Он будет пытаться Не дать одной из сторон Нарушить мирное соглашение Достигнутое за счет его Миротворческих усилий Поэтому возобновление конфликта Будет нести для сторон Серьезные риски А что там будет через 4 года Бог его знает Другой вопрос Согласятся ли стороны На заморозку На текущей линии Будем наблюдать Егор Крид Кстати тоже Сделал ставку 5000 долларов На Трампа Ооо Наш слоняра Ааа Так он ставку сделал Уже когда Коэффициент был 1.3 И выиграл он В итоге Полторы тысячи Всего лишь Ааа Так это он сделал Когда уже было И так понятно Что Трамп выигрывает Американцы уже Начинают подготовку К протестам К протестам Каким еще Нафу протестам Ага Это видимо Готовились то еще До выборов Думали что Трамп проиграет Ничего не будет Господи Успокойтесь Я Алеша Милый мальчик Я Алеша Сяду в танчик Я Алеша Твой Я Милый мальчик Милый мальчик Милый мальчик